Всем привет, друзья! С вами Строитель Моя Крошка, и мы снова очутились при строительстве метро, в моём самом главном и большом проекте. Сегодня же ожидают очень много строительства и очень много интересных фишек. Ну что ж, погнали! Я погнал, давайте! Как я и говорил, самое сложное в строительстве метро, это копание вот таких вот тоннелей. Делается с помощью не динамита, а вручную, так как у меня будет лагать потом карта. И, собственно, я почти докопался до первой сбойки. Это у нас такая первая сбойка, которая будет соединять тот тоннель с этим. Ну что ж, встретимся, когда я полностью прорублю этот тоннель. Я тут, когда рубил, встретился с одной очень маленькой... Ну как маленькой? Огромной проблемой, блин! Какого чёрта я докопался до тоннеля, где проходит коммуникация питания герма дверей? Вот блин! Ой, придётся мне тут что-то мудрить, чтобы это всё закрыть. Да-да-да. А просто волосилась от чё-то. Попутно идя и буря тоннель, я, естественно, беру с собой лампочки, чтобы расставлять их по всему тоннелю, чтобы у меня было какое-то освещение. А то, сами понимаете, в темноте бурить это такое себе дело. Эх, шли годы, месяца, недели бурения моего большого тоннеля. Кто мог подумать, что до этого я мог побурить ещё один такой тоннель, который идёт параллельно этому? И кто додумался в моей голове, какие тараканы меня укусили сделать его таким длинным? Ну что ж, придётся это делать. И всё, друзья, можно сказать, официально тоннель вот этот прорублен с одной станции на вторую. Вы только посмотрите, я много-много часов его рубил. Очень невероятно. У нас он шириной 7 блоков, высота 6 блоков. И всё это мне потом следует заменить с помощью декорации самого тоннеля. То есть бетонных блоков, здесь булыжник, самими рельсами и шпалами. Ну и, собственно, декорация основная, это которые провода, контактный рельс и освещение. Естественно, я буду вот эти лампочки заменять. Естественно, уголки, чтобы скруглить этот тоннель. Я их специально сейчас добавил, чтобы мне добавить освещение. В ночную я же не буду врубить этот тоннель, правильно? Этот тоннель оказался вообще весьма очень длинным и глубоким. Я, честно говоря, не ожидал. Но, видимо, по началу этого проекта у меня сбрендило голову сделать его слишком длинным, чтобы было как бы правдоподобным. Всё, собственно, я и сделал. Ну что ж, погнали оформлять этот тоннель. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Её проводить. Сделал такие вот провода и всю остальную детализацию. Конечно, есть там маленькие детализации, которые находятся возле самой станции. Там, например, светофор, какая-то маленькая защелина, сбойка небольшая, например. Тут у нас будут такие вот лючки, которые будут огораживать пуль, чтобы для защиты и прохода сюда. Вот имеется такой маленький технологический люк. Он у нас будет в дальнейшем под систему вентиляции. То есть, коммуникация ведёт в систему вентиляции именно вот этой станции. Я в дальнейшем покажу, как она будет выглядеть и как я её буду строить. Мне нравится, как я сделал вот такой вот огромный свод, который находится впереди станции. Но в реально жизни они такие реально есть. Вы только посмотрите, это выглядит весьма эпично. Эстетичность этому своду добавляет именно вот эти фонари Энда. Очень классное освещение. Поделите своим мнением, как он такое. Давно я вам хотел показать ещё с прошлого ролика вот эту специальную такую вот сбойку. Мини-тоннель, который ведёт к недостроенному участку. Я специально его огородил, типа, чтобы добавить такой нотки изящности и недостроенности этому метро. Давайте с вами зайдём. Смотрите, посторонний вход воспрещён. Так что сюда никому не заходить, кроме меня. Я тут рабочий. Понятно? Весьма недостроенный тоннель, рельсы, вагонетки и тому подобное. И вот сам недостроенный тоннель. Я его потом, кстати, тоже немножко ещё дальше добью. Добью немного. И будет он, ну, наполовину закончен, а наполовину нет. Это такая вот фишка строительства будет. Найс! Вы только гляньте, как же эпично выглядит моя новая станция. Ух, меня прям в дух захватывает. Мне очень нравятся вот эти вот все переходы, все выступы. Особенно при мягком освещении это очень классно выглядит. Особенно подсветка. Дизайн тут, конечно, на высшем уровне. Меня точно должны взять дизайнерскую агентство. Ха-ха, живот лопается. Далее я пробрался под вторую мою станцию, то есть под эту платформу, где у меня, собственно, должен быть технологический проход для питания, каких-нибудь контактного рельса, вот этих фонарей, то есть для декорации. И я следует заменить мне вот всё вот это пространство с помощью вот таких вот полированного андезита. И вот, собственно, я уже сделал такую вот небольшую комнатку и соединение с этими лампочками. Вот только посмотрите, я их соединил с помощью вот таких вот рычагов, как будто они от чего-то питаются и соединяются с этими лампочками для освещения нижней части платформы. Я тут немного, как бы так сказать, немного не рассчитал, потому что у меня вот здесь посередине платформы будет такой спуск, то есть переход на другую линию, на другую станцию, которая будет находиться у меня ниже уровнем, чем эта. Поэтому здесь какой-то будет вход отдельный, отдельная такая перегородка. Я ещё подумаю над этим. Я примерно на своей платформе выбрал середину, где у меня будет, собственно, переход, и начинаю здесь копать такой вот мини-тоннель, который будет переходить, собственно, на другую станцию. Вглубь я уже, конечно, прокопал такой вот небольшой спуск, теперь мне остаётся рыть такой вот тоннель, длинный-длинный. Потом ещё будет несколько спусков в следующую станцию. Но пока погнали рыть. Я неспроста выбрал методику делать переход 4х4 блока. И в дальнейшем вы поймёте почему. Тут будет очень интересное устройство, которое есть на настоящих линиях метро. 24 часа спустя. Я, наконец-таки, хоть немного, но сделал переход до второй линии. И сам переход на моей второй станции я сделал вот таким вот образом. Добавил ещё такие вот таблички, огородил это с помощью секрянных панелей, я также поставил стержни энда, и наверх поставил такие вот горшочки с берёзой. И тут у меня возникла идея назвать эту станцию берёзовая роща. А почему бы, собственно, и нет? В принципе, логично. Далее мы с вами спускаемся сюда вниз. И смотрите, у нас имеется табличка «Переход на вторую линию». Дальше у нас встречают такие вот стержни энда, которые освещают, собственно, этот спуск. И дальше мы идём в сам переход. Посмотрите, какая, собственно, красота. И стилистика освещения чем-то похожа на мою вторую станцию. То есть освещение само находится наверху. Так как, чтобы разделение шло, это выглядит весьма стильно и по-современному. Стенки я оформил с помощью такой вот керамики, а внизу постелил вот такую керамику, которая сочетается с такой узор. За этими люками у меня скрывается освещение, чтобы полностью освещать этот переход. А вот на этой стенке у меня будет очень интересное устройство, которое вы увидите в следующей серии. Ох, это будет очень круто. Поверьте, это того стоит. Я думаю, многие помнят, что я рассказывал, что у меня в Майнкрафте в этом мире в метро есть подземная речка, как отдельная коммуникация, которая проходит вдоль или поперёк линии метрополитена. Я думаю, можно продолжать дальше обустраивать эту линию подземной речки, так как основные конструкции у меня в основном-то сделаны. Идя из строя тоннель подземной речки, я решил сделать вот такой вот своеобразный вентиляционный колодец, который будет засасывать воздух снаружи и свеже поступать в эту подземную речку. Также этот воздух может поступать и в тоннеле метро. Давайте покажу, что у нас там есть такое вот интересное. Смотрите, вот это у нас вентиляционный такой колодец, решётка, которая выходит наружу. Давайте покажу, что у нас наверху есть. А вверху у нас встречает вот такой вот большой холм или гора, а на ней вот такой вот вентиляционный грибок. Я думаю, в больших городах многие видели такие грибки. В основном, они, конечно, построены под вентиляцию, приточно-вытяжную какую-нибудь или какую-нибудь другую, каких-нибудь технологических подземных помещений, бомбоубежищ и тому подобное. Но сегодня это у меня подземная река. И вот я, собственно, провёл полностью тоннель подземной речки и вышел наружу. Вот посмотрите, у нас такой вот небольшой холмик, там, вот смотрю, кто-то гуляет уже из живности, берёзовая такая вот роща, как, собственно, называется, одна из моих станций, а также внизу есть речушечка. Поэтому я решил сделать, чтобы очень красиво оформить вот этот проход для слива этой речки полностью в это озеро или речку. Ну всё, вот такой вот спуск для воды у нас готов. Посмотрите, в таком древнегреческом стиле я его сделал с помощью вот таких вот своеобразных заражённых резной каменный булыжник или кирпич. Посмотрите, давайте всё-таки спустим эту воду на низ, в эту речушку. Ну, ребята, посмотрите, разве это не очень классно выглядит? Разве это не красиво? Я думаю, за такую красоту нужно влепить очень жирный лайк, очень жирнющий. Это точно. Не-не-не, не такой жирный. Ну, средненький, средненький, худенький. Встроенный лайк. Ты шо, больной или ударился? Далее мне нужно сделать очень красивое оформление вот этой самой дыры. Да-на-да, я знаю-знаю. Многим мне скажут, не дыра, а отверстие. Чему тебя учили в школе на трудах, а? Да, вот хорошее отверстие сделает такое вот красивое оформление с помощью деревянных планок, досок, каких-нибудь трэпдоров, заборчиков и тому подобное. Я погнал делать. Встретимся, когда это будет завершено. Ну что, друзья, по-моему, это выглядит весьма эффектно. Давайте расскажу, что я тут сделал. Я сделал вот такие вот своеобразные перила из сетки, а также добавил вот такие вот колонны опоры для всей этой конструкции. Также добавил сюда вот такие вот кнопки и выдвинул сюда по одному блоку древесин для лучшего объёма, а также вот такие вот ступеньки своеобразные. Здесь тоже для объёма выдал такие вот полублоки, а также поддерживающие планки, которые поддерживают скалу. Они у меня сделаны, собственно, из забора. Также здесь я вот такие вот добавил озеленения немного, добавил освещение под эти коврики, чтобы освещало всю эту местность. Дерево сюда освещение и немного в скалу освещение добавил. А, и также добавил, конечно же, сюда вот такую вот сеточку, чтобы оберегало, чтобы туда никто не пробрался. Ух, а ночью как это выглядит эффектно. Ух, я это смотрю вживую, и это просто не передать ощущения. Классно, я бы здесь жил, просто невероятно. Но пора возвращаться в тоннель метро. Также, как я говорил в предыдущей серии, мне нужно переделывать вот этот сам тупик, а именно вот эти рельсы и стрелочные переводы. Так как мне нужно выезжать и с этого пути, и с этого пути, то мне нужно сделать перекрёстное сечение, а я сделаю только выезд именно из того пути. Ну что ж, погнал я делать это. И моего большого потраченного времени я всё-таки сделал эту всю конструкцию и стрелочные эти переводы. Что я, собственно, сделал? Я укоротил вот этот тоннель полностью. Вот эту стенку я полностью укоротил. Не знаю, на сколько блоков я точно укоротил, но, по-моему, на 5 или на 7 блоков точно. Также я укоротил вот эту вот платформу, которая находится, собственно, в тупике. Укоротил вот эту яму смотровую. И также укоротил вот эти вот рельсы. Сам я соединил и скривил вот эту вот стенку. Сделал её в кривой и соединил с этим путем. Также он соединяется с помощью вот этого перевода с этим путём. Также этот путь соединяется с этим путем. И этот путь соединяется вон с тем. Также мне стоило принести вот эти вот контактные рельсы в отдельные позиции. Ну и собственно вот эти вот провода в виде заборов тоже бы принести. И освещение, то же самое. Я скажу так, если бы не вот эта вот, так сказать, сбойка, не сбойка, вот это не вот этот тоннель, то у меня бы очень красивое получилось бы соединение путей. Я сейчас вам покажу фотографии, какое оно на самом деле должно быть, а какое оно у меня есть. Краткая летопись стройки. Сейчас вам расскажу короткую, но очень интересную историю. Дело в том, что в самый нужный момент у меня отключился, мать вашу, бандикам. И всё, что я до этого снимал, у меня тупо слетело. Прошу прощения. Да-да-да, я сплошной фейл. Я вам хочу продемонстрировать то, что я построил в этот самый момент, где, собственно, у меня отключился, мать вашу, бандикам. Я тупо везунчик, я тупо везунчик. Не обращайте внимания на кровать, я тут просто спал. Отдыхал. У меня уже полностью готово оформление новой станции, которая называется, собственно, Берёзовая роща. И я даже, смотрите, табличку сделал, станция метро, Берёзовая роща. Оформил её с помощью зелени. Смотрите, горшки с берёзой есть. Смотрите, у меня полностью оформление платформы имеется. Я сделал вот такие вот небольшие скамеечки. По бокам имеются такие стержни эндосы, листвой. А также здесь немного листвы имеется. И здесь такая же самая камеечки и немного листвы. Также такая вот небольшая, типа, таблички, вывески, где имеются такие вот картины. Я перебирал несколько вариантов, как же поставить здесь стекло. Но всё-таки решил остановиться на таком вот салатовом варианте. Думаю, он очень подходит здесь. Также, смотрите, я здесь добавил вот такое оформление для подъёма. Это тот самый эскалатор. У меня, кстати, в одном из туториалов в шорцах на канале есть. Есть урок, как этот эскалатор делать. Он у нас работает с помощью вот таких вот рельс. Энерго-рельс, а также активирующих рельс и редстоуна. Тут же в дальнейшем будет стоять вагонеточка, которая будет нас либо поднимать, либо опускать. Этот самый тоннель тоже оформил в стиле твоей станции. С помощью такой вот керамики. А также добавил освещение с помощью вот этих вот стержней энда. И внизу тоже, как будто это такие своеобразные перила. Сюда на такие вот три штучки я добавил и сюда. На каждой станции метрополитена имеется вот такая вот вывеска часы для машинистов, где показывается интервал поездов. Я решил добавить это с помощью вот таких вот рамок, которые поставил часы, такие вот маяки, а также вот такие вот таблички и записку. Смотрите, таблички я оформил такими вот наклонными линиями и зелеными полосками, как будто типа пиксели какие-то. С другой стороны тоже самое. По бокам этих платформ, где уже начинается тоннель, я поставил вот такие вот люки или трепдоры, как их называют, чтобы была огородка типа прохода в тоннель. А также, как вам не показать мое самое любимое устройство, или как бы сказать, коммуникацию в метро? Это вентиляция. Посмотрите, на станции, как я раньше говорил, я добавил вентиляцию. И вот эти самые люки идут как вентиляция. Они у меня две штуки на станцию. Я, конечно, планировал еще посередине их сделать, но потом что-то передумал. Думаю, хватит и двое. Давайте покажу, куда ведет эта самая вентиляция. Мы с вами пробурим это все дело. Вот это, кстати, рычажок я давал, чтобы сверху, на этой самой вентиляции, открывать этот самый люк. То есть нажимаем, открываем. И вот, смотрите, друзья, мы уже добрались к вентиляционной шахте. Смотрите, я даже поставил сюда такую вот лесенку, чтобы можно было каким-нибудь рабочим спускаться, да, там, для бодемонтажа, ремонта и тому подобное. Давайте с вами пустимся, собственно, хоп, и мы спустились в эту самую шахту. Я тоже добавил сюда освещение немного, чтобы вам было видно, куда я что-то спускаюсь. А то, если я тут уберу, тут вообще ничего не видно не будет, как будто какой-то в жопе, сами знаете кого. Вот, собственно, мы попали в эту вентиляционную шахту. Тут такая вот щеточка стоит, специально огородил люками, чтобы было видно. Вот за этими люками у меня скрывается освещение, специально его добавил. И вот, смотрите, я добавил сюда вот такой вентилятор. Огромнейший. Ну, как огромнейший, не такой огромный, как у меня. На прошлых станциях был, но огромный, конечно. Посмотрите, он тут у нас закрыт помощью вот такого вентиляционного кожуха, который я добавил с помощью кварцевых ступеней. И можем зайти в этот кожух специально. Вот у нас имеется привод вентилятора. Он засасывает будет воздух изнаружи, из этого вентиляционного колодца. Поступает сюда, собственно, и подает в эту шахту, и будет идти воздух в своему саму станцию. А также будет идти вот по этому каналу, и в тоннель может идти. Вы этот ход прекрасно знаете, я бы его показывал. Собственно, давайте выйдем на него. Хоп, и мы с вами в тоннеле, возле самой станции. Я, собственно, поднялся наверх, на этот самый вентиляционный колодец. И давайте покажу, что у меня там есть наверху. И вот этот тут самый грибок, который мы когда-то еще строили на вершине горы. Тоже будет отсюда засасываться воздух, поступает в вентилятор, и, собственно, на станцию. Вы только гляньте, какая у меня тут жуть творится. Конечно, не хотел это показывать, но придется показать. Посмотрите, вот это моя как будто взлетная полоса. Господи! Вот это все дело мне придется прикрыть потом земли, и сделать тут такой вот навес, станцию, пешеходный проход и тому подобное. Собственно, вот здесь у меня и кончается эта эскалаторная такая дорожка. Не, вы поглядите, это реально выглядит как будто какая-то нереально космическая взлетная полоса. Боже, ужас, что я творю, а? Ты что, с ума сошел? Я покажу технологическое помещение, которое находится, собственно, под платформой. Вы это посмотрите. Ух, какая жесть! Смотрите, я даже тут поставил такой защитный механизм, который находится за стеклом и сеткой, как будто это механизм самого эскалатора. Даже поставил вот такие вот своеобразные точилы, как будто это какие-то ролики, которые тянут этот эскалатор, и приводят его в действие. Ну, тут, собственно, было, как и было всё на свете. А здесь я просто добавил вот такие вот заборы, как будто это провода, которые идут, собственно, к этим лампочкам. Переход до следующей станции, то есть до третьей, я тоже немного такой вот сделал небольшой, такое помещение небольшое сделал, где у меня будет вот тут тоже такой своеобразный эскалатор или подъем, или спуск. Я его почему сделал такой большой, потому что его будет тут две штуки, но это будет весьма не своеобразный такой эскалатор, не такой как тот. Также у меня будет здесь отличаться немного стиль этой станции, то есть каждая станция должна быть со своим стилем, со своими материалами и структурой. И я планирую сделать весьма такой вот очень красивый, арочный какой-то такой, в более старом стиле, какие-то такие арки будут, круги, а-ля 80-е, 90-е, такие как замковые такие, очень интересно, у меня уже есть какая-то задумка в голове. На этом пока сегодня всё, в дальнейшем мне следует, конечно же, очень много работы, это собственно надо закрыть полностью вот этот навес над верхом, то есть наружу, чтобы не была какая-то космическая станция или что, как будто посадочная полоса, и мне нужно полностью закрыть это всё землёй, а также сделать мне нужно будет самую станцию, где будут пешеходные проходы, турникеты, кассы и тому подобное. Друзья, если вам нравится этот проект, не забывайте, конечно же, ставить лайки, а также писать комментарии, какие идеи у вас есть ещё для моего проекта и что вам нравится в этом проекте. Ну что ж, я с вами не прощаюсь, а говорю до следующей встречи, до следующих построек. Всем пока-пока!